Армянские церкви России Мы приехали в город-курорт Пятигорск Здесь самая большая армянская община Ставрополя Традиционно начнем с общей информации о городе И истории появления и развития здесь армянской жизни Пятигорск назван в честь горы Бештау, имеющей пять вершин Это одна из самых высоких точек Кавминвод Город знаменит своими лечебницами и водами А его население более 200 тысяч человек Кстати, в Пятигорске провел свое детство талантливый футболист Эдуард Спертян Выступающий сейчас за футбольный клуб Краснодар и сборную Армении А заходя вперед, скажем, что от священника мы узнали Что недавно Эдуард крестился здесь в церкви Сурбсаркис Известно, что эти земли были обитаемы еще со времен Ноя Пятигорск же был основан в 1780 году солдатами регулярной армии и казаками Как форпост большой страны Во второй половине 20 века Пятигорск получил статус города-курорта И вместе с другими соседними городами-курортами Составил особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские минеральные воды или КМВ После основания здесь первой крепости Появились и армянские ремесленники и купцы Из соседнего Георгиевска, Норнахичевана и других мест Великий поэт Михаил Лермонтов В своем произведении герой нашего времени Даже описывает универсальный магазин армянского купца Никиты Челахова Мы знаем, что поэт очень любил эти места И первый в России памятник Лермонтову появился именно в Пятигорске Но сейчас мало кто знает, что тогда, в 1889 году В его появлении принимал участие будущий городовой архитектор Эммануил Ходжаев В центральном парке Цветник уже более 100 лет стоит вот это изящное сооружение Кондитерская Гукасова Автором проекта был сам Гукасов Примером служения своему городу и его культуре Стало строительство великолепного театрального здания Так называемого Народного дома Построенное по инициативе и на средства армянских предпринимателей Немного фактов Нынешняя улица Гоголя называлась Армянской В 1917 году в Пятигорске был национальный герой Армении генерал Андроник И поэт Хованес Туманян А Михаил Лорис Меликов финансово участвовал в строительстве Русского православного спасского храма в Пятигорске Первым известным армянским священником Пятигорска был Тер-Харутюн Прибывший в 1840-е годы из Екатеринодара Тогда армянской церкви в городе еще не было И священник проводил обряды и таинства в доме церковного старосты Первая армянская церковь города, названная в честь святых переводчиков Саака и Мисропа Была освящена в 1885 году И находилась на пересечении нынешней улицы Крайнего и проспекта Кирова В 20-е годы прошлого века зданию церкви новая власть нашла новое применение Разместила в церкви городской музей революции Затем архив и даже спортивный зал А добротное здание церковно-приходского училища Было использовано под городскую поликлинику В настоящий момент в нем располагается станция переливания крови В 60-е годы на месте разрушенной армянской церкви Было построено здание для промстройпроекта Первый настоятель церкви Тер-Абрам Шхинянс Прослуживший здесь с самого освящения церкви И до 1917 года был похоронен возле нее Но это не остановило разрушителей Родственники покойного священника отказались выполнять требования О перезахоронении Тер-Абрама Завещавшего И вот теперь могила священника находится под асфальтом В нескольких метрах от южной стены здания Теперь уже энергетического техникума Студенты которого вряд ли знают об этом Пятигорск стал одним из первых городов Где возродилась армянская культурная и духовная жизнь В 1992 году была освящена часовня Сурбсаркис Ставшая центром объединения армян Под духовным предводительством Тер-Арама Первого армянского священника Пятигорска После долгой эпохи безверия Небольшая часовня не могла вместить всех желающих И в 1997 году заложили фундамент Большой церкви Освященной в 2003 Факт номер один Гора Пост, на склоне которой построена церковь В высоту 555 метров Факт номер два И освящение фундамента в 97-м И торжественное освящение уже построенной церкви в 2003-м Совершил католикоз Горигин II При виде церкви сразу хочется поблагодарить прекрасных мастеров А нас уже ждет настоятель Тер-Арам У вас очень красиво Тер-Ар, сделайте нам небольшую экскурсию по территории церкви Пойдемте У меня вот эти ворота Кажутся красивыми, они что-то значат? Ну да, это вход в церковь Если вы обратили внимание В Вечми Одине тоже У нас есть вот Дуран Тер-Дата Это вот как ход в церковь Врата Тер-Дата, да? Да, Врата Тер-Дата И это мы подобие вот этого, мы тоже построили Тер-Дата, я там обратил внимание, написано было Те Арам Да? Это что значит? Это, это, это мой проект А, то есть это как ваша роспись Это лично чисто мой проект Угу 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 То есть вы автор проекта этой церкви И всей вот этой территории Вот все, что вы здесь видите Все камни даже без моего виду Все, что здесь видите, это, можно сказать, я нарисовал Угу Я читал, что ваш отец строитель И он участвовал в возведении этой церкви Видимо, это передалось и вам Да, мой отец был архитектором И построил множество зданий в Армении И когда мы начинали строить эту церковь Я попросил у него помощи Он сыграл большую роль в ее строительстве А также в строительстве церкви в Георгиевске Где служит мой младший брат Тервардан И там тоже удалось построить очень красивую церковь Вклад моего отца в строительстве этих святынь Действительно огромный Он много лет работал архитектором И его опыт очень помог нам Он помог нам правильно все спроектировать Угу Прекрасно, удивительная такая преемственность А это та самая часовня первая Сурбсаркис Знаете, когда я приехал в Пятигорск Здесь ничего не было Давайте подойдем сюда Вот этот хачкар, который вы видите Первый хачкар, установленный нами Он был как закладной камень После чего и началось строительство этой малой часовни Как вы знаете, в те времена строительство церквей не поощрялось Можно сказать, что на территории России Это первая армянская часовня Которая была построена после распада Советского Союза Конечно, часовня маленькая Но в любом случае это была большая радость Поскольку мы смогли проводить крещения, венчания И другие таинства для местных армян С 1992 года и по сей день Двери церкви всегда открыты А каждое воскресенье проводится святая литургия И, конечно же, крещение и венчание Не было дня, чтобы двери нашей церкви были закрыты И так уже более 30 лет И мы отсюда уже перешли в большую церковь Вот если видите ту гору Эта гора вот так шла до сюда Всю эту землю мы срезали Нам пришлось вывезти отсюда около 700 машин с землей Прежде чем начать работу Потому что при изначальном рельефе Было невозможно начать строительство Ну да, под углом она, да? Да и сейчас вы можете увидеть, какая красивая церковь получилась И так тихо-тихо, начиная с 1994 года Мы начали готовить фундамент Подготовили, осветили и построили церковь Кстати, ее освещал наш католикос Гарегин II Да, да, да Читал я об этом в книге Что он и освещал фундамент Да, и освещал фундамент и освятил церковь Да, в 2003 году, да? В 2003 году, да? Да, да Дальше куда пройдем? Да На верхнем этаже у нас есть хорошая библиотека, в которой более 3000 книг Также на верхнем этаже наши кабинеты и гостевые комнаты для наших гостей На случай, если к нам приедут из Армении, из Ишмиадина Начнем с этой стены Все, что вы видите на ней, изображения, барельефа, являются как бы небольшими отсылками к нашей истории Как и с духовной жизнью, так и мирской Например, вот вы видите Месроп Маштоц, наш алфавит, Григор Нарикаци, Ованес Ширас, а также мемориал памяти жир геноцида армян Каждый год, 24 апреля, после святой литургии, мы выходим сюда, читаем молитву и возлагаем цветы Ну это оригинально очень Да, это все было построено в 90-х годах, когда в 1994 году мы построили стены, начали воплощать и эту идею, которая также является моим замыслом А вы где-то это видели, такой, или это у вас... Нет, это просто моя идея Скажем, я хотел коротко выделить некоторые важные исторические события Потому что сегодня многие не читают, а так хотя бы видя эти изображения Можно кое-что узнать и запомнить И все, что здесь есть, имеет символизм и посвящено конкретным событиям и людям Например, вот этот барельеф посвящен жертвам геноцида А этот память из Петахского землетрясения То есть каждый барельеф чему-то посвящен, какой-то странице истории Вот здесь барельефы наших церковных деятелей, а также общественных деятелей, писателей, композиторы Шарль Азнаур, Ирван Кучар и так далее А вот этот барельеф очень интересен Его идея заключалась в том, чтобы сохранить в нашей памяти места упокоения наших предков и родных Которые мы, к сожалению, оставили Многие армяне, когда переехали в Пятигорске Не имеют возможности сходить на кладбище своих родных, помолиться и возложить цветы Лебедь с согнувшейся шеей символизирует кладбище Также изображен образ скорбящей матери А улетающие лебеди как раз символизируют людей, которым пришлось покинуть родину Да, то есть, получается, весь этот комплекс, это как такие важные страницы в истории жизни Армении Ну, вот так, проиллюстрированные Этот хачкар посвящен переселениям из Шаумяна, а также людям, которые погибли, пытаясь защитить Шаумян Как вы знаете, когда Шаумян сдали врагу, там было 11 армянских сел На хачкаре вы можете увидеть их название Переселенцы из Шаумяна обратились ко мне с просьбой создать место, которое бы увековечило память их родины Каждый год, 13 июня, мы собираемся здесь для молитвы об ушедших, здравствующих, и вспоминаем то, что было Шаумянцы помнят свою оставленную землю А этот небольшой хачкар посвящен памяти жертв апрельской четырехдневной войны, которая, как помните, была в Арцахе в 2016 году Каждый год, 2 апреля, здесь мы молимся за упокой их душ А этот большой хачкар посвящен всем родителям Его установил хачкавур нашей церкви Он подарил его от имени своей семьи Посвятив всем родителям, как погибшим, так и живым Этот хачкар имеет две стороны На одной стороне надписи выполнены на армянском, а на другой на русском Вот здание нашей общины, а также воскресная школа, которая открылась при нашей церкви В школе учатся около 300 учеников, они изучают родной язык, литературу, учатся писать и читать на армянском языке, а также изучают Святое Писание Школа названа в честь нашего католикоса Горегина II Я, будучи его духовным сыном, основав школу, решил назвать ее в честь него Уже 17-й год функционирует школа, в которой также преподают танцы и учат играть на народных музыкальных инструментах, таких как дгол, дудук, канун и так далее Да, слава Богу, что это есть У нас также есть большой спортзал, мы даем миру больших спортсменов Да, я видел боксеры есть, знаменитые Я иногда тоже с ними хожу Занимайтесь Да Держите себя в форме, да, Таряш? Да, что делать Да Вот наша церковь Вот эта идея с этими ангелами, первый раз вижу вот так вот Это все является нашей задумкой Мы никогда не нарушали каноны, поскольку церковь должна соответствовать всем канонам Если обратить внимание на убранство армянских церквей, можно увидеть, что все они соответствуют определенным канонам У нас нет права добавлять какие-либо детали, поскольку это запрещается церковь, особенно что касается убранства внутри церкви И все, что вы видите здесь, перенято либо от тех наших церквей, которые были, либо из Святого Писания Таряш, скажите, в этом году церковь Сурб-Саркис отмечает свое 20-летие Да Скажите, что эта дата означает лично для вас и как вы ее будете отмечать в этом году? Конечно же, мы собираемся хорошо отметить эту дату В конце ноября, да, Таря, если не ошибаюсь? Да, 29 ноября На самом деле, не имеет значения, это будет юбилей 20 лет, 50 или 100 лет Главное, что мы любим нашу церковь и служим нашему Богу, служим людям Это самое главное для меня, главное, что эта церковь у нас есть, и она служит людям Церковь действительно имеет огромную ценность для нашего народа Она объединила всех армян Пятигорска, и каждый получает здесь ту духовную пищу, в которой нуждается Это для меня самое главное, не важно, какой юбилей мы отмечаем, поскольку эта церковь вечна Она будет существовать вечно и служить людям А вам лично, как человеку, который принимал не просто участие? Конечно, для меня это очень важно Можно сказать, что эта церковь мне как дитя Я строил эту церковь с самого нуля собственными руками По сей день я отношусь к ней как к своему дому, как к своему ребенку С утра до вечера я нахожусь здесь Я прихожу сюда, слежу за чистотой и порядком Могу подмести и что-то прикрутить, если нужно Ведь когда человек создает что-то своими руками, это становится очень ценным для него И конечно, самое главное, я служу Богу, это большая честь для меня Потому что служить Богу, это лучшее, что можно сделать в этой жизни, по-моему Кстати, об этом следующий вопрос О служении Богу Ваш отец строил церковь Вы стали священником И ваш младший брат тоже священник Служит в соседнем Георгиевске, Терватан А как так получилось, что вы вместе стали священниками Насколько я знаю, ваш сын тоже служит вместе с вами Как это проникло в вашу семью, вот эта вера в Бога и желание служить церкви, служить людям? Да, наша семья много лет была пропитана верой, в особенности моя бабушка Когда мои предки бежали из Муша, Вана, они забрали с собой святыню По сей день в родительском доме есть это древнее Евангелие, которое они спасли и принесли с собой, когда вынуждены были бежать В городе Варденис, в котором мы жили в Армении, рядом с нашим домом была церковь Моя бабушка посещала каждый день утренние службы, каждое воскресенье святой литургии И меня, как своего любимого внука, поскольку меня назвали в честь дедушки Арамаиса Это мое мирское имя, всегда брала с собой Будучи ребенком, я видел, как проходит святая литургия Я садился и слушал, как поет священник, его слова, наставления, мне это очень нравилось Когда мне было пять лет, я как-то пришел домой и сказал родителям, что намерен стать священником Они не приняли это всерьез, даже посмеялись над этим Что такое говорит пятилетний ребенок? Но позже, в школьные годы, я также держал эту мысль в голове и следовал этой мечте То есть это была не просто детская фантазия, это был замысел такой? Да, да, конечно, я читал духовные книги, посещал святой Ачмиазин И просил у преподавателей духовных семинарий, литературу, поскольку тогда в советское время в школах не было предметов, посещенных в вере, церковь Поэтому я искал нужные книги После окончания школы я поступил в семинарию, окончил ее, был рукоположен в священнике и вернулся в Орденис Служил там, потом преснопамятный католикос Вазген Первый направил меня на службу в Россию Я приехал сюда и продолжил свое служение здесь А мой младший брат поступил в семинарию после того, как я ее окончил Я поступил в 1981 году, а он в 1988 То есть можно сказать, вы были для него в этом примером? Конечно, я послужил ему примером, и не только для него, детям, у него старшего брата сейчас также являются священниками Они служат в Армении, один из них служит в Огорцине, второй в Орденисе А сын Тервардана сейчас учится в семинаре на третьем курсе Вы со всех сторон окружены священнослужителями, да? Да, в нашей семье уже есть пять священнослужителей И ваш сын по вашим же стопам пошел тоже, отучился в семинарии Да, сейчас он тоже служит в Пятигорске Да, интересно, когда отец и сын служат вместе, это, наверное, другие ощущения вообще Да, конечно Такое изображение апостола впервые используется в армянской церкви Это полубарельефы Вообще армянская церковь не принимает скульптуру Это против ее канонов А вот полубарельефы принимаются И мы установили их в нашей церкви Наверное, это одна из первых подобных практик в нашей церкви И мы, конечно, получив благословение католикоса Уже притворили эту идею в жизнь Так же, как и купель с изображением крещения Григорием, просветителем царя Тардата Мы не повторяли идеи других церквей Мы старались внести что-то свое Внесли свое видение в канонический стиль, да? Да, очень красиво получилось Вот такие элементы вы тоже редко где встретите в убранстве церкви Ангелы, херувимы Террорам, спасибо вам большое за экскурсию, за то, что уделили нам время Я, кстати, тоже в Артынисе родился, мы с вами земляки Очень приятно, дорогой Да, спасибо Террор, у нас есть для вас подарок Наш партнер Творческое объединение Вернисаж истории Делает очень красивые скульптуры В том числе и на армянскую тему И мы вам привезли подарок Это скульптура бронзовая Сурб Саркис Могу достать, Террор, показать вам? Давайте чуть-чуть там Я думаю, такое исполнение вы еще не видели Сурб Саркис и его сын Мартирос на коне Спасибо вам, спасибо всем организаторам Спасибо людям, которые вот это тоже прислали подарок Передайте от меня, от нашей церкви Божьим благословлением Пусть над человеком, который все это организует и все делает Дай Бог вам здоровья Спасибо, спасибо и вам, дорогие мои Да, спасибо, спасибо Террор, передадим обязательно Вторым священником церкви является Терхачатур Совмещающий служения в Пятигорске, Эдисии и Северокавказских республиках В 2003 году в ноябре осветили новый храм Сурб Саркис В нашем городе Пятигорске И по благословению главы епархии нашего Сарфазана Назначили меня вторым священником сюда, в город Пятигорск И вот с 2004 года я уже живу и служу в этом городе как второй священник Вот, ну, пастырское служение настоятелем церкви являюсь в силах Эдисии Ну и близлежащих городов, это Моздок, ну и Дагестан В Пятигорске служу, один день служу в Эдисии Это стандартные Ну, когда какие-то особые обряды, то уезжаю так По большим праздникам, естественно, я служу в Эдисии Все господние праздники, я нахожусь там со своим приходом Дагестан тоже окормляем Дагестан Приезжаем туда на праздники На рождественские праздники Есть День паломничества В Дербенте приезжаем туда На службы Бывает, что приезжаем отдельно на обряды Когда собирается определенное количество людей Которые хотят покреститься Вот, приезжаем и Таинство крещения совершаем На одной территории с церковью Находится общественная организация Городская армянская национально-культурная автономия Пятигорска Здесь детей обучают родному языку, танцам, действуют различные кружки Это место открыто для всех, кто хочет участвовать в общественной жизни армян Пятигорска И вот постепенно у нас не было ни пообещения, ничего Мы собирались в подсобках Видно устраивали мероприятия Первые музыкальные фестивали в городе Проводили новогодние мероприятия Это начало нашей жизни Эта территория 18-й школы была В этом году они отметили 65 лет Эту школу называли армянской Потому что на горопосте Нашим, где знают это слово горопост Жили только армяне Выходцы из Нагорного Карабаха И в этой школе мы учились наши дети И сейчас мы община Имея такое прекрасное здание Мы помогаем этой школе Всячески И материально И ремонты делаем в школе Это мы считаем нашей школе И я хочу здесь отметить Вот эту большую работу Которая община наша Не только вот делает ремонт И материальную помощь А еще мы распространяем нашу культуру У нас прекрасные кружки Самодеятельные А самое главное Это изучение армянского языка Много лет уже создана воскресная школа Создавала ее наша прекрасная церковь Мы вокруг нашей церкви И вот сегодня в стенах этого здания Обучаются больше семидесяти детей Изучают армянский язык В церкви Сурб Царкис Вместе вот уже десять лет Служат отец и сын Дьякон Массиис является Старшим сыном Террорама И помогает священникам Мне нравится служить в церкви Помогать священникам Общаться с людьми Люди разные бывают очень Стараюсь понимать всех Чтобы объяснить там Что-то не знаю Практикуюсь тоже У священников наших спрашиваю Они объясняют Я в следующий раз уже готовым отвечаю Я всегда говорю людям Для нас Бог все создал А мы порой не уделяем время Богу Приходить в церковь Поставить свечку Помолиться Попросить что-то И спасибо сказать Но я думаю каждый человек Приходит к этому Когда-то приходит к этому Я смотря на отца всегда Он для меня всегда примером был Пошел в духовную семинарию учиться Мне понравилось Очень интересно было С духовнослужителями общаться Другой мир там Вот И теперь Слава Богу я служу в церкви Уже ну как Десять лет как я сказал Наш приезд в Пятигорск Совпал с престольным праздником Церкви Святой Репсиме В соседнем городе-курорте Ессентуках Куда нас пригласили священнослужители Сегодня Сегодня Согласно праздничному Календарю Армянской Апостольской церкви Отмечается День памяти Святой Репсиме Этот праздник Отмечают в понедельник Через неделю После Пятидесятницы Наша церковь Носит имя Святой Репсиме И сегодня в честь этого праздника Нашу церковь Приехали паломники Из разных городов Из Краснодара Майкопа Ставрополя Георгиевского Кисловодска Пятигорска И других мест Люди приходят Помолиться Богу И получить Благословение Святой Репсиме После литургии Мы сделали Мата И раздали его людям И еще Посадили новые деревья Сегодня Мы также Отмечаем Выпускной Учеников Нашей воскресной школы Зартонг Они окончили обучение Длившееся Три года Шесть учеников Школы по благословению Главы епархии Получили дипломы О завершении курса В город Курорт Пятигорск Туристы приезжают В основном Чтобы поправить Свое здоровье Армянам Здесь повезло Потому что Здесь есть И духовная здравница Церковь Сурбсаркис Чувствуется Что каждый Кто в ней крестился Венчался Исповедался Участвовал В святых литургиях Вложил в нее И капельку Своей любви И вы можете Это проверить Приезжайте В Пятигорск А на этом Мы с вами прощаемся Увидимся В новых выпусках Проекта Армянские церкви России на канале Хайк Медиа Минч Нурхан Дипум Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров